Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Раскольников по-дагестански. 28-летний мужчина зарубил топором двух пожилых односельчанок. Жилье в Каспийске теперь непозволительная роскошь. Город достиг самого высокого в стране роста цен на квартиры за последние пять лет. Тепло, уют и, конечно же, украшения интерьера. О секретах ручного изготовления знаменитых табасаранских ковров расскажут наши корреспонденты. Надежда на золото. Тэквондист Алиасхаб Рамазанов поедет на Паралимпийские игры в Париж. Полиция задержала 28-летнего жителя села Улуая Левашинского района, который убил своих односельчанок-пенсионерок. Следственный комитет Дагестана возбудил против него уголовное дело. Прокуратура республики взяла на контроль ход его расследования. Напомним, что этой ночью житель республики зарубил топором двух женщин своих дальних родственниц на почве внезапно возникшей неприязни. Их тела с множественными ранениями были найдены в частном доме, где проживали убитые. Подозреваемого задержали и скоро ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. В Махачкале этим утром произошла авария, в результате которой два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает МВД республики. На перекрестке улиц Яракского и братьев Нурбагандовых столкнулись Лада Приора и Мерседес. 60-летний владелец отечественного авто не уступил водителю иномарки, который ехал по главной дороге. От удара Приору отбросила на пожилую женщину, которая подметала территорию вдоль проезжей части. Скончались от полученных травм пассажир и водитель Приоры. Владелец иномарки и пенсионерка сейчас в больнице. На видео с места ДТП видно, что Мерседес передвигался на большой скорости. Два частных дома сгорели минувшей ночью в селе Гагатли Ботлихского района. Как сообщает пресс-служба МЧС по Дагестану, пострадавших в результате ЧП нет. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К его тушению, помимо пожарных, также присоединились и местные жители. Каспийск достиг самого высокого в стране роста цен на квартиры за последние пять лет. Стоимость квадрата увеличилась почти в 4,5 раза. Если до 2019 года показатели эти варьировались в пределах 25 тысяч, то теперь же они достигли более 110 тысяч рублей. Такие данные представил ЦИАН. В Махачкале, к примеру, за этот же промежуток времени квадрат в квартирах подорожал почти в два раза – с 30 до 60 тысяч рублей. Как отмечают эксперты портала, Дагестан оказался привлекательным регионом для переезда и покупки недвижимости, в частности, во время пандемии коронавируса и распространения удаленного формата работы, а затем и с развитием туризма в республике. Табасаранский район – край, который славится мастерами ковроткачества. И почти в каждом ауле здесь ткут лучшие шерстяные ковры в России. Они всегда оценились не только в республике, но и далеко за ее пределами, так как выполняли разные функции. Ими покрывали люльки младенцев, стелили на пол для тепла и были обязательной частью приданного невесты. Секреты их ручного изготовления передаются из поколения в поколение, причем занимаются этим ремеслом исключительно женщины. Подробнее в сюжете моей коллеги Тамары Самедовой. Благодаря вот этому станку, больше похожему на ниточную арфу, можно изготовить ковры любой сложности, длины и расцветки. Сафар, Дербин, Чечня, Хурусан. И это не весь список названий табасаранских ковров, которые прославились не только по стране, но и по миру. На юге республики в годы СССР было огромное количество цехов, но сейчас почти все производства в домашних условиях. Так в небольшом доме собираются четверо мастериц. Соседки Кисханум, Сейраханум, Сеймат и Минаяд вот уже на протяжении 10 лет творят вместе. За их спиной сотни работ. Над этим же ковром они трудятся около 4 месяцев. Их виртуозной работой можно любоваться долго. Отточенные движения пальцев и инструментов. Ни взгляд, ни камера не успевают за ними. Узелок за узелком. Так плетется сложный рисунок нового ковра. Мы сначала отматываем вот эту нитку, отматываем вот в станках, потом начинаем вот это нерадить. Вот сначала у нас отсюда начинаем. Потом вот это, ну, герога называется по-нашему, герога делаем. А потом начинаем, джил называется, джил, это, ну, как и земля. Это джил, начинаем отсюда вот до конца, вот жизнь заканчивая. Ковры ткутся на основе технического чертежа, где собрана вся необходимая информация. Это его размеры, узоры и расстояние между ними. Опытные же мастерицы могут выполнить такую сложную работу даже по памяти и готовы показать мастер-класс любому желающему. Сейчас я вместе с мастерицами попробую изготовить один узел. Посмотрев их работу, я поняла, что это непросто. И давайте посмотрим, что у меня получится. По словам мастерицы, для начала нужно вставить концы ниток в основу ковра. После чего с помощью вот такого ножа с крючковым наконечником скрутить узел и затянуть. Затем с помощью этого ножа срезать ненужную часть. Делается это для создания плотной структуры ковра. Повторять этот процесс нужно вдоль длины всей основы, чтобы создать узоры и цветовые комбинации. Попробую сделать один узелок. Я поняла, что это правда не очень просто. И нужно иметь огромное терпение, чтобы изготовить вот такой ковер. Узоры на этих коврах – настоящее произведение искусства, и каждый из которых имеет свой смысл. В прошлом мастера наносили их не только для красоты, но и для того, чтобы придать потомкам тайные послания. Мы сейчас работаем над ковром сафар. Мы называем паук. А на табасаранском? На табасаранском хаш-хаш мы называем. А вот это рисунок. Мы называем бац. Табасаранском. А вот это... Как ты называешь? Вот это чимиль. Кизюл, да? Кизюл, да. Раньше каждая табасаранка должна была уметь соткать ковер. Девочек в силах чуть ли не с рождения сажали за станок. Делится кисхану Махмудова. Сама же она освоила ремесло в 13 лет и с тех пор только оттачивает свое мастерство. Где-то 13 лет, 14 лет сидим за станками, делаем ковры, делаем сумаки, делаем до сих пор и делаем. В общей сложности вы, получается, уже 30 лет занимаетесь? Да, 30 лет уже занимаюсь коврами. И сложная работа, и физически, и морально сложно, но нам нравится. Но тут работы нет никакой, что делать? Надо сидеть чем-нибудь, чем-нибудь заниматься. Для вас это работа или же все-таки отдых? И отдых, и работа. Нравится, да. Очень отвлекаюсь от чего-то. Ну, не знаю, нам нравится делать, да. И отдыхаем, и работаем. Как бы два в одном, получается. Ковры здесь ткут практически в каждом доме. Если и не для продажи, то хотя бы для себя. Так и в доме Гаджиевых. В одной комнате по пять ковров, и все они ручной работы. По словам главы семейства, они не потеряют своих свойств даже спустя сотни лет. Вот дома у себя тоже используем эти ковры. Ткут, ткут, и хорошие, и качественные. Не то, что продаются там на станках. Это надежные и прочные. Проверяют их на воде, лошадями. И другие методы есть разные. Любые испытания проходят они. То есть, с уверенностью можно сказать, что они на 100% прочные. Да. И весь секрет в том, что табасранцы смогли сохранить технологии производства такими же, какие они были в далеком прошлом. И передают их из поколения в поколение. Тамара Самедова, Шамиль Хирея Сулаев, Шабани Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Надежда на золото. Токмандист Алиасхаб Рамазанов поедет на Паралимпийские игры в Париж. Право попасть на главные игры четырехлетия махачкалинец завоевал на квалификационном турнире в Болгарии. Дома спортсмены устроили чествование в одном из заведений. От Федерации Токмандо Дагестана учредили ему денежную премию. Тему продолжит Корбан Рагимов. Вот так быстро и хлестко Алиасхаб Рамазанов бьет своего очередного соперника и добывает путевку в Париж. Выезд на отборочный турнир в Болгарию стал для него первым зарубежным стартом за последние два года. Здесь ученик Руслана и Камал Абьярслановых не имел права на ошибку и выложился на все сто. Теперь самое время отметить успех в кругу своих единобышленников. Этот лицензионный отборочный турнир, он для нас был таким первым и последним шансом попасть на Олимпийские игры. Там, конечно, ответственность и все. И понимали, что больше другого шанса нет, нужно было настраиваться, ехать. И знали, зачем едем. Поехали и с помощью Всевышнего все получилось. И сегодня у нас есть лицензия. Провел я три поединка. Первый – это был у нас Грузин. Грузин я выиграл где-то 28-0, что ли. Второй бой у меня был спортсменом из Польши. И его тоже выиграл досрочно. И финальный бой у меня был с давним моим соперником. Это спортсмен из Венгрии. Обстановка неформальная. За одним столом собрались главы Минспорта и Федерации Тэквондо, тренеры сборных команд России и Дагестана. Чествование Алясхаба Рамазанова стало хорошим поводом для встречи. Говорили о перспективах паралимпийца на главных играх четырехлетия. Имеющий опыт участия на Олимпиаде Сажид Сажидов поделился некоторыми советами. Олимпийские игры это, во-первых, наверное, борьба с самим собой. Подготовка к Олимпийским играм. Она по своей сложности может быть намного даже не сильнее чемпионата мира Европы. Но по психологически, по накалу, по статусу, конечно, это совсем другой уровень. И поэтому, как-то так говорится, сверхъестественно готовиться к Олимпийским играм не нужно. Я ему говорю, просто нужно сюда подойти более так с пониманием, с настроем о том, чтобы показать свое мастерство. Он знает, насколько он может принести радость близким и родным и писать свое имя, фамилию в историю спорта. Поэтому мы это ему хотели донести. Не останавливаться на достигнутом и привезти домой золото. С такими пожеланиями к спортсмену обратился Мутак Аллаев. Президент Федерации Тэквондо вручил Рамазанову денежный конверт. На данный момент я вижу, что он уже чемпион. Если он не перегорит, если он будет держаться в форме, как положено, и тренироваться, и слушать своих тренеров, у него есть шанс взять золото. Если мы не будем поощрять, поддерживать наших спортсменов, если мотивации какой-то не будет, тем более эти ребята с ограниченными способностями, возможностями, поэтому их надо поддерживать, даже не спортсменов. Это, во-первых, перед Господом, перед Аллахом великое дело. И это наш спортсмен, мы будем его поддерживать и дальше. В планах у Алясхаба Рамазанова только несколько дней отдыха. Через неделю он вернется в зал и начнет подготовку к новому старту. Проверка сил перед Паралимпиадой для него станет чемпионат Европы, который пройдет в начале мая в Сербии. Продолжение следует...